В эфире новости губернии в студии Татьяна Потоцкая. Здравствуйте. И сначала коротко о главных темах выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 23 тысячи гектаров заповедной зоны и вид, ради которого стоит преодолеть сотни километров. Жемчужина Самарской луки претендует на звание «Достояние губернии» об уникальном природном парке и конкурсе, объявленном нашей телерадиокомпанией. Десять тысяч молодых сосен высадили на месте сгоревшего леса в Тольятти. Напомню, почти два гектара зеленой зоны в центральном районе Автограда пострадали от лесных пожаров 2010-го. Пару лет спустя на этом месте заложили монумент, солдатскую часовню и лес памяти, посвященный героям Первой и Второй мировых войн, уроженцев Ставрополя на Волге. С тех пор ведутся лесовосстановительные работы. Из областного бюджета на эти цели выделено почти 195 миллионов рублей. Все работы, связанные с восстановлением, имеют глубокий исторический смысл. Это и память о Первой мировой войне, это и о Великой Отечественной войне, это во двойне важнее. А наше главное богатство, что бы мы ни говорили, нефть, газ, золото, металлы разные, нет ничего, там ничего не может сравниться по сравнению с богатством лесным, который имеет наша страна. Восстановление леса идет в рамках двух областных программ, и что особенно важно, многое делается добровольцами. Хорошо, что в этом участвуют предприятия города, хорошо, что в этом участвует население города. И посадкой, и руками, и организацией работ, и, скажем, на сегодня огромный объем работ проделан просто по инициативе жителей и предприятий города. Только в этом году на территории области планируется высадить почти тысячу гектаров леса. И это позволит полностью ликвидировать последствия пожаров 2010-го. Не только восстановить то, что сгорело, но и наращивать посадку новых лесов, разбивать новые парки и скверы в городах. Задача на ближайшее время, подчеркнул глава региона. Проект реконструкции нового здания для театра «Колесо» будет доработан. Об этом стало известно на встрече главы региона с руководством Тольяттинского театра. Осмотрев эскиз будущего комплекса, он высказал ряд замечаний. В частности, предложил расширить сцену, сделать ее технически современной, с возможностью трансформации. Скорректировать расположение зрительских мест. Новая сцена должна отвечать всем требованиям для театральных постановок, подчеркнул губернатор. Тратится 600 миллионов рублей. 600 даже больше, чем 600. И сделать так, чтобы это было, в общем, не для самого профессионала, да, так. Значит, хотелось бы, чтобы не только, да, чтобы сцена была. Сцена-то главное для театра. Есть возможности на этой сцене, чтобы делать такие вещи. Театральный комплекс будет многофункциональным. Здесь планируется не только показывать спектакли, но и проводить поэтические вечера, творческие встречи, лаборатории, мастер-классы, художественные выставки, фестивали и концерты. По словам губернатора, новый театр должен стать центром притяжения для жителей всего района. Для этого здесь будет благоустроена территория, предусмотрены места для отдыха горожан. Появятся фонтаны и скамейки. Проект будет выполняться в рамках программы повышения качества среды моногородов. Пять шагов благоустройства повседневности. В Тольятти появится новый спортивный кластер. Сразу три объекта будут объединены в одной зоне. ФОК, стадион и универсальный спорткомплекс. Об этом заявил губернатор во время посещения строящегося стадиона Труд в центральном районе Тольятти. Сейчас здесь укладывают футбольное поле, уже возведены трибуны на 500 зрителей. Проект предусматривает также обустройство универсальных зон для занятий лёгкой атлетикой, байковые дорожки, волейбольные и баскетбольные площадки. Выслушав подрядчиков, губернатор дал поручение продумать искусственный обогрев поля. Это позволит тренироваться не только летом, но и в межсезонье. Сегодня же переговорите по поводу подогрева. Пока ещё не успели пройти эту стадию. Тогда в ближайшие дни мы займёмся кабелем и ливнёвкой, поле трогать не будем. Если бы на две недели или на три недели позже сделаете, это не так страшно. Зато будет, если нет ни одного поля с подогревом, то вы для всех команд создадите условия, они дополнительно два-три месяца будут тут тренироваться и играть. Кроме того, глава региона осмотрел недостроенный спортивный комплекс по соседству и дал распоряжение в кратчайшие сроки провести экспертизу здания, чтобы понять, можно ли его модернизировать или придётся проводить реконструкцию. В перспективе там может расположиться более десяти залов. Лёд, бассейн, тренировочные площадки, отвечающие самым высоким олимпийским требованиям. Здесь можно тренировочных разных залов много, там других вещей на одной площадке. Отсюда можно сделать вход, вот отсюда, да? Ну и оттуда условно, да, и отсюда, чтобы работало вот все три в одной зоне. Тут можно целый кластер спортивный. Хоккейная «Лада» продолжит играть в КХЛ. Глава региона заявил на встрече с руководством клуба. Областные власти создадут для этого все условия и будут и впредь поддерживать хоккеистов. Так планируют повысить зарплату, чтобы усилить команду более опытными игроками, а в перспективе формировать клуб преимущественно местными кадрами. Подрастают наши свои очень хорошие. И через год-два мы можем по основному комплектоваться своими. Ну, может, там не вся команда, через там 3-4 года это точно растёт. Это очень хорошая смена. Там 6 человек из них сборная страны приглашались уже в школу «Ладовская». Мы сейчас школу, в целом хоккейную школу полностью в области создаём новую абсолютно там изначально структуру школы. Мы тоже выделяем бюджетные деньги на это с тем, чтобы и в Самаре, и в городах других, где у нас есть уже ледовые площадки или ледовые дворцы, и усилим в том числе этим спешком. Отмечу, что регион в лидерах по строительству ледовых дворцов и спортивных площадок. За последние 5 лет построено 29 фоков, 15 стадионов, 14 ледовых аренд, 13 бассейнов и более 300 спортплощадок. Крылья Советов отмечают юбилей. 75 лет назад команда провела свой первый матч и одержала первую победу. Сегодня ветераны футбольного клуба вспомнили молодость и вышли на поле стадиона «Самар-Арена». Товарищеский матч сыграли со строителями. Им прошли с экскурсии по площадке. Впечатления от объекта и что сегодня происходит на большой стройке узнал Кирилл Козин. Сегодня они снова в игре. Легенды самарского футбола выходят на поле. Точнее, на песок. Газон на стадионе «Самара-Арена» засеют только летом. Ветераны Крыльев атакуют ворота рабочих спортообъекта номер один. Острых моментов много. В итоге 3-0. Верх взял опыт. Да и строители, видимо, устали. Дел не в проворот. Сейчас на стадионе практически полностью завершены монолитные работы. Ведется монтаж консолей купола. Ровно 75 лет назад, 3 мая 1942 года, Крылья Советов сыграли свой первый матч. Игра проходила на стадионе «Локомотив». Прошли годы, сменились поля. Теперь ветераны клуба оценивают новую масштабную и современную площадку. «Самара-Арена» станет родным домом для Крыльев. Масштаб стройки, осознание факта, что команда будет играть на огромном суперсовременном стадионе, о котором клуб в свое время даже мечтать не мог, впечатляет. Особенно тех, кто «Самара-Арену» раньше видел только по телевизору. Либо издалека. Ну, часто ездим в аэропорт, и издали это все как-то так чуть-чуть скрашивает. Да, внутри, конечно, это грандиозное сооружение. Хочется, чтобы здесь была как бы такая точка боевая «Самары», потому что футбол очень любят в этом городе. И, конечно, здесь была бы точка притяжения всех, и молодых, и взрослых, и ветеранов. Удивились и те, кто на стройке уже был ранее. Валериан Панфилов – рекордсмен Крыльев по количеству сыгранных матчей. И не скрывает своего желания когда-нибудь выйти на новое поле под флагом зелено-бело-синих. Ни одна из его 413 игр на таком стадионе не проводилась. Я вообще, честно, ошарашен. Я представлял, но, оказывается, я представлял не то, что на самом деле. Просто восхищение и грандиозное. Я такого еще, честно, в своей жизни не видел. Такое современное, столько металла, такой размах. Меня просто это впечатлило сегодня. Хотя бы разочек еще выйти, потоптать настоящее зеленое поле на таком газоне. Я бы с удовольствием был бы рад. В 2018-м на это поле выйдут лучшие сборные планеты. Стадион примет игры группового этапа, а также 1-8 и четверть финала. Кирилл Козин, Дмитрий Алатарцев, Новости губернии. Работе с молодыми волонтерами, которые примут участие в организации проведения чемпионата мира по футболу, уделят самое пристальное внимание. Об этом напомнили участники заседания межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве Самарской области. В частности, говорили о необходимости всесторонней подготовки будущих добровольцев. Это не только знание языков, умение налаживать контакты, но и своевременная вакцинация. Участники заседания также подчеркнули необходимость вовлечения в волонтерскую работу несовершеннолетних, оказавшихся в неблагополучной ситуации. Со всеми министерствами здравоохранения, образования и социальной направленности отработать все вопросы, которые они лучше вас знают сегодня. И категорию лиц, и нюансы, с которыми они постоянно каждый день сталкиваются. И знают, как подходить и что-то этого ожидать. Потом это переложим на тех молодых людей, которые мы называем волонтерами, которые призываем для этого, чтобы они знали, что это не игрушка, это огромная тяжелая работа. И к другим темам. В Самаре сегодня тушили крупный пожар на складе бытовой химии около 16 часов. На пульт МЧС поступило сообщение о том, что горит оптовый рынок в ангаре на проезде Мальцево. Возгорание, которому присвоили второй повышенный номер сложности, произошло на площади в 200 квадратных метров. Чтобы погасить огонь, понадобилось 2 часа усилия 95 пожарных и 33 единиц техники. Угрозы отравления населения отсутствовало, причины и обстоятельства происшествия выясняются. А теперь коротко о других происшествиях в нашей постоянной рубрике «Губерния за минуту». Минувшей ночью тушили пожар в общежитии Самарского университета на Московском шоссе. Издание эвакуировали 140 студентов. В комнате на восьмом этаже, где начался пожар, в это время никого не было. По данным МЧС, площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Тушили пламя около получаса, погибших и пострадавших нет. Среди возможных причин ЧП называют неисправность проводки. Сотрудники Самарской таможни обнаружили очередную партию подделок в одном из самарских торговых центров. По низким ценам там продавали разнообразную спортивную продукцию под видом изделий известных мировых брендов. Товар был изъят и отправлен на экспертизу. 47-летний житель Самары был задержан сотрудниками отдела экономической безопасности городского управления МВД по подозрению в даче взятки. 150 тысяч рублей он предложил заместителю начальника отдела полиции, чтобы избежать ответственности за совершенное им ранее хищение. Возбуждено уголовное дело, продолжается расследование. И продолжаем. Веселых и находчивых в Самарской области станет больше. С начала мая в регионе начинает действовать программа поддержки и развития движения КВН. В области создадут Лигу трудовой молодежи, а также школьную. Ее игры будут проходить в четырех дивизионах по территориальному признаку. Планируется, что свою команду представит каждый муниципалитет. Учить, шутить будут профессионалы. В рамках программы откроется бесплатная юмористическая школа. А лучшие команды по итогам чемпионата представят Самарскую область на всероссийском и международном уровнях. В каждом чемпионате сыграются сезоны. Потом финалисты, победители каждого чемпионата встретятся за звание суперчемпиона, за суперкубок. Здесь в Самаре, это будет в декабре, где и выявится чемпион Самарской юниор-лиги КВН, который будет представлять нашу область на международном фестивале детских команд КВН, который пройдет в Анапе в 2018 году. Это хорошая форма внеучебной деятельности, это способ развить свои творческие способности, это в конце концов для каждой школы подпитка из молодых талантливых ребят, юнош и девушек, которые потом станут на основной движущей силой на любом школьном празднике. А с воспитанниками 34-й школы поселка Зубчининовка говорили о серьезном. Председатель Самарской губерновской думы провел с ними урок экологии. Тема – рациональное обращение с отходами. Мероприятие состоялось в рамках акции «Сделаем вместе» федерального проекта «Экология России». Школьники узнали о том, какие проблемы существуют в сфере переработки мусора, что такое раздельный сбор отходов и в чем смысл термина «осознанное потребление». После чего пройденный материал закрепили и высадили цветы и декоративные деревья на территории 34-й и 98-й школ. Участие, особенно детей, молодежи в этом процессе, это имеет большое значение. Мы вот сегодня побывали в 34-й школе и мы видим на уроке экологии, как дети подготовились. Они практически со сцены нам все рассказали, что такое экология, насколько вредит экологии именно человек. И призвали всех присутствующих в сохранении экологии, в сохранении природных ресурсов. Больше 200 кустов гортензии сегодня высадили и у Самарской филармонии ветерана комсомольского движения и молодые активисты. В акции приняли участие порядка сотни человек. И это только начало целого марафона по озеленению города в преддверии столетия комсомола. Подобные акции пройдут по всему региону. Мария Акимова уже присоединилась. У Самарской филармонии аншлаг. Вот только дело не в концерте знаменитого музыканта. Вместо входного билета в руках добровольцев лопаты. Пустующие клумбы совсем скоро украсят пушистые гортензии. Цвести кустарники могут до самой зимы, да и радовать глаз будут несколько десятков лет. Главное правильно посадить и поливать почаще. Перед посадкой необходимо расправить корни гортензии. Затем в лунку добавляем кислый торф. Растения это любят. Теперь засыпаем лунку землей. Цветы сажают члены общественной организации, воспитанники комсомола «Мое Отечество». Я часто хожу в филармонии. Мне было бы приятно приходить и любоваться тем, что я своими руками посадила. И город будет становиться, как все краше. Порядок на улицах города наводят юные представители движения и ветераны в преддверии столетия комсомола. Основная идея – содействие, воспитание молодежи. Нравственного, физического, патриотического. То есть, все, что делал комсомол, полезного для общества, в какой-то мере возродить, поставить на такую серьезную основу, надо, чтобы сегодняшняя молодежь знала это и участвовала в полезных делах. Росла нравственно, чисто, физически, крепко, патриотически настроена. Мы думаем, если каждый посадит по цветку, это уже Самара станет благовухающим городом. Такой марафон добрых дел пройдет по всему региону. Активисты выйдут на уборку мусора в скверы и парки. Кроме того, будет организован сбор материала о Куйбышевском комсомоле. Планируют провести эстафеты студенческих стройотрядов, а еще тематические выставки и конкурсы. Мария Акимова, Тимур Набиев, Новости губернии. В небе на Тольятти раздастся рев моторов. В честь Дня Победы 9 мая по инициативе и приличной поддержке губернатора Самарской области состоится грандиозное авиавоступление в Автограде над парковым комплексом истории и техники имени Сахарова. Начиная с двух дней свое мастерство покажут пилоты легендарной группы «Русь». Как в строю, так и соло асы выполнят фигуры высшего пилотажа. Ра на земле для всех гостей праздника уже с полудня начнут работать тематические интерактивные площадки. Пройдет парад техники, выступят лучшие творческие коллективы Тольятти. 9 мая пилотажная группа «Русь» на пяти реактивных самолетах Л-39 выступит и над аэродромом «Бобровка» в Кенельском районе. Там в 14 часов начнется авиационно-спортивный праздник, организованный областным клубом ДСАФ. В его программе выставка оружия, военной техники времен Великой Отечественной, наземной показ авиационной техники, выступления творческих коллективов, воздушные прогулки, ознакомительные полеты на самолетах и вертолетах, мастер-классы по пилотированию и парашютные прыжки. Участники праздника увидят демонстрационный полет исторического экземпляра самолета «По-2», групповой одиночный пилотаж на спортивных самолетах «Як-52», а также имитацию воздушного боя, прыжки спортсменов-парашютистов, полеты вертолетов и самолетов малой авиации, и дельтапланеристов. Карту и схему проезда можно посмотреть на сайте Аэроклуба. Фронтовые письма ветеранам Великой Отечественной пишут дети. В Самаре представили новую книгу, в которую вошли обращения школьников региона к тем, кто воевал и победил. Проект уже традиционный. Сборники публикуют в Самарской области в преддверии Дня Победы с 2015 года. Мария Шпакова подробнее. «Надевают наши деды боевые ордена, их с утра зовет дорога на торжественный порад». Они знают о Великой Отечественной только по рассказам взрослых, но понимают – война – это страшно. В Центре эстетического воспитания представляют книгу «Фронтовые письма», в которую вошли обращения детей к ветеранам, а также стихи самарских поэтов. Школьники со всего региона оформляли свои сочинения в форме фронтовых треугольников, а затем отправляли их издателям сборника. Эта книга уже третья. Проект стартовал в 2015 году. Особенность этого года – то, что у нас расширилась география. У нас в эту книгу вошли и представители наших муниципальных образований, и городских округов. В прошлые годы, я хочу напомнить, это в основном были жители Самары, Тольятти и Сызрани. Еще одна особенность сборника – письмо, написанное шрифтом Брайля. Его своему прадедушке написала слабовидящая девочка из Чапаевска. Проект «Фронтовые письма» создан по инициативе активистов Самарского регионального отделения Общероссийского народного фронта. В этом году выпустили полторы тысячи экземпляров. В ближайшее время их передадут руководителям патриотических объединений во всей библиотеке области. 200 книг отправят в московский штаб УНФ и федеральные ветеранские объединения. Мария Шпакова, Александр Дмитриев, Новости губерния. Жигулевский заповедник претендует на звание «Достояние губернии». Конкурс проводит наша телерадиокомпания совместно с Общественной палатой региона при поддержке областного правительства. К участию приглашаются организации и предприятия, которые по праву могут считаться гордостью региона и его визитной карточкой. Мария Акимова прошла по заповедным туристическим тропам и узнала больше о флоре и фауне Самарской луки. Необычный городок вырос в Жигулевском заповеднике. Вот только живут там не люди, а барсуки. И если поначалу его пушистые обитатели гостей побаивались, то теперь к вспышкам фотокамер привыкли. Да и вообще чувствуют себя настоящими звездами. Еще бы, ведь они – талисманы заповедника. Впрочем, барсуки – не единственное, что можно здесь увидеть. В здании администрации расположился целый музей. Коллекция горных пород и минералов насчитывает больше 200 образцов. Было выявлено и 762 вида грибов, из них 7 – новых для науки. За всю историю в августе природному парку исполнится 90 лет. Таких открытий было немало. Этим мы гордимся, сохраняем и продолжаем исследовать в научной части. Учитывая то, что территория привлекательная для посетителей, часть заповедника мы, скажем так, плохое слово отдали, но отдали под развитие познавательного туризма. Но эта территория у нас занимает всего лишь 0,01% от всей территории. Остальная территория, она заповедна, и мы туда посторонних не пускаем. Основные туристические маршруты активно развиваются. Каменная чаша, Бахилова поляна, гора Стрельная. Кстати, последний, самый популярный. Стрельная гора теперь доступна и для людей с ограниченными возможностями. Только в прошлом году эти экскурсионные объекты посетили десятки тысяч человек. Жигулевскому заповеднику есть чем гордиться. Поэтому он принимает участие в конкурсе «Достояние губернии» в номинации «Экология и охрана окружающей среды». Акцию проводит наша телерадиокомпания совместно с Общественной палатой и правительством региона. 90% посетителей заповедника – это жители Самарской области. Только 10% – это иногородние, скажем так. И поэтому люди Самарской области должны широко узнать о тех организациях, тех местах природных или каких-то исторических, которыми они должны гордиться. Принять участие в конкурсе могут организации, которые трудятся на благо региона не меньше трех лет, активно развиваются, а еще их по праву можно назвать визитной карточкой Самарской области. Победителя определит экспертный совет уже этой осенью. Заявки принимаются до конца мая. Подробности и условия участия можно найти на сайте губернии.тв.ру. Мария Акимова, Александр Дмитриев, Новости губернии. И пока на этом все новости. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова